Я проснулся утром, и моя вера просто вырывалась из моего сердца. Я обращаюсь ко всем вам, мои драгоценные, дорогие друзья и партнеры. Господь сказал, «Я хочу, чтобы ты сказал моему народу следующее». И вера Божья начала просто кипеть во мне. Вы смотрите нас прямо сейчас, и я хочу начать молиться, чтобы Бог совершил в точности то, что Он мне сказал. Это было так потрясающе. Я переживаю такую силу Святого Духа. Я обращаюсь к вам сейчас по всему миру. Я обращаюсь к дорогому, драгоценному народу Божьему, драгоценным друзьям и партнерам. И вы смотрите нас по всему миру. И я хочу, чтобы узнали, что Слово Божье в моих устах. И если я не поделюсь им, я просто взорвусь. Что-то очень сильное в моем сердце прямо сейчас. Иисус, я воздаю Тебе хвалу за то, что Ты намерен совершить. Я воздаю Тебе славу за то, что Ты совершишь в наших жизнях, в жизни каждого человека, который смотрит нас сейчас по всему миру, во имя Господа Иисуса. Я воздаю Тебе хвалу, Господь. Неожиданно сегодня этот стих коснулся меня. Число 14. 28 стих. Вдруг как ниоткуда. Много лет назад. В течение года, целого года, когда я был пастором в церкви Орландо, в течение целого года Бог возбуждал мою веру относительно тех же вещей, которые Он совершает сейчас. 28 стих. Скажи им, число 14, 28. «Живу я, — говорит Господь, — как говорили вы вслух мне, так и я сделаю вам. Как говорили вы вслух мне, так и я сделаю вам. То, что вы скажете и провозгласите, — я сделаю. И вдруг я понял, ведь Бог сотворил мир словами. Авраам не стал отцом народов, пока он не начал провозглашать свое имя Авраам. Бог изменил его имя, чтобы он мог провозглашать обетование «я Авраам». Каждый раз, когда Авраам представлял себя, он тем самым говорил «я Отец народов». Каждый раз, когда Иисус говорил, когда Он говорил «я Иисус», Он тем самым провозглашал «я спасение». То, что мы провозглашаем, имеет невероятную силу. Библия говорит, «жизнь и смерть во власти языка». И как же мы были спасены? С помощью слов. Когда мы исповедовали Иисуса Христа. Как вы наследуете жизнь? Входите в небеса? С помощью слов. Давайте посмотрим на нашего врага. Как он с нами сражается? С помощью слов. Вот что означает «смерть во власти языка». Как враг? Сатана атаковал Еву словами. Он провозгласил. Подлинно ли сказал Бог? Как он приходил и искушал Господа? Словами. Как Иисус победил его? Словами. Написано. Написано. Мне это нравится. Слова настолько могущественны. Бог сказал Иеремии, «Своими устами ты будешь строить царство и разрушать царство». Это были пророческие слова, которые несли суд или благословение на народ Израиля. Богу нужны были уста. Ничего бы не произошло, пока кто-то не провозгласил это. Поэтому здесь сказано, «Провозгласи, и я это совершу». Число 14, 28. Как говорили вы вслух мне, так я и сделаю. В течение года в церкви в Орландо, в 80-е годы, Господь сказал это мне. «Бенни, я хочу, чтобы ты вышел и провозгласил о том, какие дома ты хочешь в качестве имущества». Дело в том, что у нас было церковное здание, и нам не хватало места. Множество людей приезжало отовсюду, и у нас не было места. И у нас были соседи вокруг, и они с нами враждовали. Они не хотели продавать свое имущество нам. Они не давали нам расти. И Бог сказал, «Выходи и провозгласи, заяви, что имущество принадлежит тебе. Когда ты это сделаешь, я дам тебе его». Потому что эти соседи просто воевали с нами. Я сказал, «Хорошо». И поэтому я сказал одному человеку, его звали Вес Бентон, и он занимался недвижимостью. Я сказал, «Вес, послушай, я пойду ночью, потому что я не хочу, чтобы люди видели, как я это делаю. Я хотел, чтобы Бог это видел. И я собираюсь идти, быть послушным Богу, и делать то, что Он сказал мне. Я буду послушен. И поэтому я взял некоторых моих пастырей со мной тогда». И мы пошли ночью, возложили руки на дома тех людей, которые ненавидели нас, и не хотели продавать свое имущество, и поэтому удерживали наш рост, наше расширение границ. Мы провозгласили, что каждый дом принадлежал нам, и он стал нашим на протяжении года. И продавцы снизили цену. Бог совершил для нас удивительные чудеса в те дни. Я чувствую, что та же вера бурлит во мне прямо сейчас. Я старался удержать ее. Старался. Да, я говорил об этом то здесь, то там, но прямо сейчас моя вера просто вырывается наружу, потому что Господь говорит мне сейчас сделать это. Я верю, что Бог сильно жаждет благословить вас имуществом. В этом его воля. И нам нужно настойчиво верить в это прямо сейчас. Иисус говорил об употребляющих усилиях. Он сказал об употребляющих усилиях. И что же это означает? Это означает, что вы бьете, 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 пока вы этого не получите. Вы провозглашаете и провозглашаете. Вы исповедуете и провозглашаете. Вы провозглашаете, пока не получите этого. Каждый раз, когда вы смотрите на эту благословенную Библию, что вы видите? Что это? Это Божье Слово. Когда мы говорим Его, проявляется сила. Подумайте о мире, в котором мы живем. Что меняет мир к добру или к злу? Слова. Давайте посмотрим на всемогущего Бога. Он сказал, и мир был сотворен. Он сказал, и появился свет. Он сказал, и пришел избыток. Появилась растительность. Благословения приходят со словами. Библия говорит, что Бог держит мир своим словом. Как насчет дьявола? Что, например, делал Гитлер? Как Адольф Гитлер завоевал нацию, именуемой Германией? Словами. Как насчет Ленина? Как он получил власть в России? Каким образом он скинул царя и уничтожил царскую семью и завоевал Россию? Как это он сделал? Словами. Слова обладают огромной силой. Слова уже так изменили лицо земли к добру или злу. Война вокруг нас — это война слов. Война между Богом и сатаной. Слова. И как сатана атакует вас? Словами. Как Бог благословляет вас? Словами. Аллилуйя. Когда мы говорим, как Бог нас ведет, тогда приходит жизнь. Я провозглашаю сейчас во имя Господа. Настало время провозглашать обетование Божье для своей жизни. Настало время провозгласить новое имущество. Господь дал обетование об имуществе. Он сказал, что Он даст вам во сто крат более имущества, земель, домов среди гонений. Петр в Луке сказал, «Мы оставили все ради тебя». Он ответил, «Нет никого, кто оставил бы земли или дома, и не получил бы вас сто крат более всеевремя среди гонений». В книге Деяний, 4 главе. Что у них было? Чем Бог благословил их? Что они это продавали? Что у них было в их руках? Я верю, что приходит день, когда Бог будет использовать имущество, чтобы благословить свой народ могущественным образом для защиты. Бог совершит три вещи для вас сегодня. Он благословит ваше будущее, Он благословит ваши финансы, и Он защитит вас. Когда я говорю это, я чувствую сильное помазание. Все, которые владели землями во множественном числе и домами во множественном числе, продавали их. У Варнавы была земля. Анания, 1 стих, 5 глава, владел землей. У него была земля, и он не отдал ее всю Богу, и из-за этого он был наказан смертью. У Бога было серьезное намерение, и Бог сегодня очень серьезно относится к этим вещам. Бог хочет благословить вас имуществом. Бог хочет благословить вас свободой от долгов, потому что что-то злое надвигается на мир. И Господь не хочет, чтобы это зло повлияло на вас. Он не хочет, чтобы это зло повлияло на ваши финансы. Он не хочет, чтобы это зло повлияло на ваши семьи. Поэтому Он хочет благословить вас. И я верю, что Бог не будет это совершать, пока вы не начнете провозглашать это. Вас требуете обетования. Точно так же, как я сделал это в Орландо, Флориде, и никакой разницы в том, когда настало подходящее время. Все это происходило в течение того года, в середине 80-х, когда моя вера была настолько сильна относительно этого. И снова это происходит сегодня. Мой Господь, это снова происходит сейчас. Знаете, вера просто бурлит на протяжении нескольких дней во мне. И сегодня утром я проснулся, и я не мог удержать ее в себе. Не мог сдерживать ее внутри. Не мог сдержаться. Хотя я и сказал, я буду учить об Иисусе в Ветхом Завете. Я подожду до завтра или послезавтра. Я еще не знаю, но я хочу быть откровенным с вами. Я хочу, чтобы меня вел Господь прямо сейчас, в том, что Он хочет, чтобы я сказал вам. У меня огромное желание снова учить об Иисусе и пророках, потому что я верю, что именно это слово тоже благословит вашу жизнь. Но прямо сейчас я ведом Святым Духом, чтобы вы поверили, что Бог посеет это слово веры внутри вас. Поэтому Логос станет ремой внутри вас. И затем вы начнете говорить и провозглашать обетование Божье, и увидите, как все произойдет. И сейчас послушайте. Я хочу, чтобы вы делали это на протяжении года. Вы спросите, почему? Потому что вам нужно пробивать, 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 пока этого не произойдет. Господь сказал Моисею и детям Израиля, «Я дам вам землю, но вам нужно сразиться». Вам нужно сражаться за нее. Ничто не происходит за один день. Ничто не приходит легко. Поймите, чем больше вы провозглашаете, тем сильнее ваша вера. Вы становитесь более дерзновенными с каждым днем. Вы становитесь сильнее с каждым днем. И две вещи они делали. Авраам, как я уже говорил, что Богу пришлось изменить его имя, чтобы он мог провозглашать обетование. Богу также пришлось изменить его видение в Бытие 15 главе. Он сидел у себя в шатре, и он спросил, «Что ты дашь мне, Господи?» «Я остаюсь бездетным». И вера означает что-то, что ты видишь. «Я остаюсь бездетным». И Бог говорит, «Я должен изменить то, на что он смотрит». «Мне нужно изменить то, что он видит». Потому что в Бытие 15 главе Авраам еще ничего не видел. Он не видел детей, семени. И Господу пришлось вывести его из шатра. Все записано в Бытие 15 главе в Библии очень ясно для вас и меня. Я прочитаю вам 5 стих. «И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». Он не мог этого сделать. Бог сказал, «Сколько звезд на небе, столько будет у тебя потомков». И Бог позже изменил его имя на Авраам. Поэтому всякий раз, когда он представлял себя, он говорил, «Я отец народов». Потому что именно это означает его имя. «Доброе утро, я отец народов». «Добрый день, я отец народов». Всякий раз, когда он говорил свое имя, он провозглашал обетование Божье. Мне это нравится. Это так потрясающе, что Бог дал ему все, что он провозглашал. То же самое было с Исааком. С Иаковом. Каждый раз, когда Иаков представлял себя, он говорил, «Привет, я принц. Доброе утро, я принц. Доброе утро, я принц». И они делали две вещи. Авраам, когда Бог сказал, «Вот земля, которую я даю тебе». Первое, что он сделал, послушайте меня внимательно, это очень-очень важно. Первое, что он сделал, это построил жертвенник. И он принес жертву. И что это значит? Это сеяние. И везде, куда он шел, он строил еще жертвенник. Но какую вторую вещь он делал? Он провозглашал свою веру, провозглашал обетование Божье. То же самое произошло с Давидом. Вы помните, когда Бог судил землю, потому что Давид исчислил народ Израиля? И тогда ангел готов был судить Иерусалим. И Господь удержал его и встал на землю Арнана, которая сейчас является храмовой горой в Иерусалиме, гора Мория. И Давид увидел ангела Господнего, и Господь сказал, «Иди и построй жертвенник». Но прежде чем он построил жертвенник, он идет к Арнану, и Арнан говорит, «Послушай, я дам тебе землю бесплатно». «О, нет, не нужно. Я заплачу. Не будет так, что я не буду платить. Ты не можешь дать мне ее бесплатно. Я должен заплатить за нее. Другими словами, я должен посеять». И после того, как он посеял за нее, после этого он провозгласил, он заявил, «Этот Дом Божий». Вот что он сказал. Он провозгласил о том, что произойдет. А как насчет Давида и Голиафа? Что он сделал, прежде чем он убил Голиафа? Он провозгласил это. Он сказал, «Сегодня я сниму с тебя голову твою. Сегодня я уничтожу. Убью тебя». И все, что он сказал, произошло. И затем, что он сделал после этого? Он посеял. Это точно. Библия об этом говорит. Она говорит, что они сеяли и провозглашали. Они провозглашали, и они сеяли. Они сеяли и провозглашали. Они провозглашали, и они сеяли. Я прошу, чтобы вы сделали то же самое, чтобы Бог мог благословить вашу жизнь. И вам нужно провозглашать это на протяжении года. Потому что нужно бить, 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 пока это не произойдет. И чем больше вы провозглашаете, чем больше вы сеете, тем больше ваша вера, тем сильнее станет ваша вера. Бог благословит вас имуществом. Я чувствую это так сильно. Бог благословит вас имуществом. Бог благословит вас избытком. Бог благословит вас так сильно. Ваши долги будут отменены сверхъестественно И вам нужно сделать то, что я говорю вам Вам нужно посеять и провозгласить Провозгласить обетование и хвалить Господа Вы не забываете, что когда вы провозглашаете, вы хвалите Вы говорите, отец, я провозглашаю, и я хвалю тебя за это Господь, я провозглашаю, я хвалю тебя за это Знаете, есть фильм «Комната войны» Вы его смотрели? Вам нужно посмотреть Потому что это в точности то, что происходит в этом фильме И история... Знаете, я не думаю, что они знали, о чем я учу Драгоценная женщина Божья сказала той женщине Ты сражаешься не с тем врагом Ты борешься со своим мужем Я только посмотрел этот фильм Моя жена заставила меня посмотреть его Три дня назад я сидел вместе со своей женой и смотрел фильм «Комната войны» И я начал плакать Потому что я увидел Слово Божье в действии Когда та женщина сказала молодой женщине Ты борешься не с тем врагом Тебе нужно зайти в комнату войны и провозгласить обетование И что она сделала? Она написала их на листе бумаги и повесила на стену И затем ее муж Когда Бог коснулся его Что он сделал? Он вернул то, что украл Об этом всем в кино Он вернул то, что украл И Бог благословил его Поэтому его не наказали Его не поместили в тюрьму за то, что он сделал в том кино Я знаю, что это всего лишь история Но все это правда Я подумал, это так удивительно Это Библия Они провозгласили и они посеяли Они провозгласили и они посеяли В Библии Они сеяли и провозглашали Провозглашали Они жертвовали на протяжении всей Библии Настало время Чтобы вы сделали то, что Библия говорит И нашли покой в Господе Сделайте это, и найдете покой в Господе. И подумайте о том, что Бог совершил в книге деяний. Он дал им имущество, дал им земли. И позже это имущество и земли были использованы, чтобы благословить тело Христа. Иисус сказал, «Мы получим земли, дома во сто крат. Все, что мы отдаем, возвращается нам во сто крат». Он сказал, «Среди гонений враг будет атаковать вас, люди будут смеяться над вами, они будут называть вас сумасшедшими за то, что вы в это верите, что вы это делаете, но я говорю вам сейчас, во имя Иисуса, поверьте в это и сделайте». И смотрите, что Бог будет совершать в вашей жизни. И есть сезон для этого. И я хочу сказать, я чувствую это сейчас. Вы не можете этого сделать в неподходящее время. Вы можете делать это в правильное время, и в правильное время как раз сейчас. Бог хочет защитить вас от того бедствия, которое грядет в будущем. И люди в мире переживут их, но не церковь. Только не люди, которые верят в своего Бога и совершают подвиги веры. «Отчи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, кто верит Ему. И Он будет совершать великие вещи через них. Через тех, которые стоят и говорят, «Господь, я верю Твоему Слову. Я не буду верить тому, что говорит мир. Я не буду верить тому, что мой разум говорит мне. Я не буду верить тому, что негативные люди говорят мне. Я буду полагаться на Твое Слово. Буду стоять на Твоем Слове. Господь, когда Ты говоришь мне идти, я иду». И Бог говорит идти прямо сейчас. Я говорю вам, давайте помолимся. Я чувствую помазание. Отец, во имя Иисуса, прямо сейчас я молюсь, чтобы Слово принесло жизнь и веру каждому человеку, который слушает нас. Господь мой Бог, пусть помазание Божие наполнит внутреннего человека. Пусть Слово станет рема в их сердцах. И каждый раз, когда они говорят его, пусть жизнь высвобождается через их уста, как Твое Слово провозглашает. Восемогущее имя Иисуса. Аминь и аминь. Послушайте, вам нужно быть послушными Господу прямо сейчас. Вам нужно посеять семя, и пока вы сеете, провозгласите. Я верю, что Бог дает имущество. Я провозглашаю это. И знаете что? Я верю, что некоторым из вас нужно пойти физически. Пойти и пройти по земле, которую Бог хочет вам дать. Или идите и возложите руки на дома, которые вы знаете, что Бог хочет вам дать. Физически возлагайте руки и говорите, «Отец, я вас требую во имя Иисуса». Пусть начнется этот сезон вашей жизни, как он начался в моем сердце. Я так рад, что сказал вам. Я так рад, что поделился этим с вами. Как что-то высвободилось. Бог бы не позволил мне это сдержать. Спасибо тебе, Иисус, за это. Он бы не освободил меня от этого. Я держался за это Слово. И Господь сказал этим утром, «Сделай это. Скажи моему народу. Сделай это. Сделай с настойчивостью. Верить неотступно. Время не удерживать это. Не время просить шепотом об этом. Настало время мощно провозгласить это. Я хочу, чтобы вы взяли лист бумаги и записали на нем. Имущество приходит в мою жизнь во имя Иисуса». Свобода от долгов приходит в мою жизнь во имя Иисуса. И прикрепите его на холодильник. И хвалите Господа. И провозглашайте это каждый день. И я верю, что Господь покажет вам землю, которую даст вам, как Он показал Аврааму. И Он скажет вам, «Обойди ее». Вот что нужно было сделать Аврааму. Вот что нужно было сделать Иисусу Навину. «Пойти по ней». Но затем Он сказал, «Сражайся, борись за нее». И где? В тайной комнате. Вы сражаетесь на коленях. Аллилуйя. И я не думаю, что это произошло случайно, что моя жена Сюзанна заставила меня посмотреть фильм «Комната войны» несколько дней назад. Я думаю, что это произошло, потому что она хотела, чтобы я увидел этот фильм. Я месяц думал посмотреть и говорил, «Хорошо, в следующий раз». Я посмотрел этот фильм, и я подумал, «Дорогой Бог, это Ты, Господь». Но у меня все еще не было свободы поделиться тем, что я говорю вам до сегодняшнего утра. Не останавливайтесь, пока Бог не даст вам это. Спасибо, что смотрите нас, драгоценные, драгоценные друзья и партнеры. И поделитесь этим словом со своими друзьями. Позвоните своим друзьям, и пусть они посмотрят передачу, потому что я верю, что Бог будет совершать это со всеми вами. Отец, верьте, что получите, и будет вам во имя Иисуса. Могущественное и сильное помазание придет на это во имя Господа. Я видел такие чудеса несколько дней назад в Сиэтле. Сила Божья возросла. Я стоял и был уже готов начать служение, и Господь сказал, «Сила сегодня вечером возрастет». И мужчина, у которого была боль на протяжении 25 лет, и рак, освободился прямо у меня на глазах. И четверо человек, больные раком четвертой степени, были исцелены у нас на глазах. Боль полностью ушла. Настало время для чудес в наших жизнях. Настало время для вас провозгласить обетование всемогущего Бога. И это время для вас увидеть Его глазами веры во имя Иисуса. Как Аврааму Бог сказал в 15 главе книги Бытие, «Сосчитай звезды и возрадуйтесь». Приготовьтесь. Приготовьтесь. Ваши лучшие дни еще впереди. Это благословенное обетование. Аллилуйя. Продолжайте провозглашать. Увидимся завтра. Очень сильная неделя. Сильные передачи на этой неделе. Я чувствую это в своем сердце и душе. Огромное вам спасибо. Мир. Мир вам. Ему. Мир.